МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В национальном телевидении Чуваши начинается программа АКЕО БУФСЯ! Чтобы разгадать тайну этого слова, прочитайте его заданно наперёд, и вам всё станет ясно. Итак, о детских новостях в нашей республике вам готовы рассказать Никита и Данила Васильевы. А помогать нам будут юные корреспонденты из детской студии Куча Мала. Сегодня в выпуске готовимся ко Дню Победы. Надуваем мыльные пузыри, отправляемся в соляную пещеру и выясняем, кто вешает на деревья перед подъездами мягкие игрушки. Все ближе и ближе великий праздник День Победы. Разные конкурсы и акции проходят сейчас повсюду. Одна из них – часовой у Знамени Победы. Каждый день красный флаг торжественно передаётся из одного учебного заведения в другое. Это знамя – копия настоящего стурмового флага, который советские солдаты установили над рейхстагом Берлина. Есть особый закон, где написано, что Знамя Победы – это государственная реликвия России. И здорово, что каждый ученик может прикоснуться к этой реликвии. А вот стоять в почётном карауле и охранять знамя доверяют только самым достойным ребятам. Доброе утро! В эфире радиостанция «Чудо-город». Всем привет! И мы начинаем! Сегодня 12-й выпуск радиопреда «На встречу Победе». В детском саду «Город Чудеств» заработала военное радио. Во время эфира жизнь там как будто замирает. Ребята забывают об игрушках и слушают программу «На встречу Победе», буквально раскрыв «Ц». А маленькие ведущие вместе с воспитателями рассказывают о боях, сражениях, о героях, Великой Отечественной войны. А ещё обязательно включают песни той эпохи. Именно песни помогали солдатам приносить голод, холод, боль. Помогали выстоять и победить. Прошли годы, но мелодии тех лет звучат сегодня. Звучат по-особенному. Проникая глубоко в сердце, в «Чубоксарах» даже появился музыкальный проект. Великой Победе посвящается. Ребята-участники поют песни военных лет. Стараются передать зрителям патриотический дух. Благодарю свою страну И тех, кто пал в последнем шаге За то, что мальчики войну Узнали только на бумаге Три танкиста, три весёлых друга Экипаж машины боевой Три танкиста, три весёлых друга Экипаж машины боевой Выходила на берег Катюша На высокий берег на крутой Выходила на берег Катюша На высокий берег на крутой Это тишина и солнцесвет Вдруг сказали Счастья больше нет Просто солнцесвет и тишина Вдруг сказали Снова война Сменим тему Ребята, угадайте Что любят все дети? Так, конфеты Мультфильмы А ещё мыльные пузыри Взрослые, кстати, их тоже не меньше любят В этом убедилась Дарина Порфирьева Недавно она побывала на необычном фрешмоме Где сотни чебоксанцев Называли мыльные пузыри И веселились Как же я люблю этот замечательный день Когда жители нашего города Выходят на улицу в карнавальных костюмах С яркими улыбками И в баночках мыльных пузырей в руках Вот и я не удержалась И не смогла пропустить это масштабное событие Как тут красиво Мыльные пузыри разлетелись по всему скверу Чапаева Интересно, как появилась идея этого яркого праздника? Идея появилась вообще в Москве В 2006 году Вот А мы увидели, соответственно, такой хороший, яркий праздник И решили провести у нас в городе тоже что-нибудь подобное Вот И с 2009 года мы проводим У нас в Чебоксарах уже седьмой, получается, Dream Flash В этом году на праздник собралось больше тысячи человек И каждый старался выглядеть по-особенному Запускать пузыри пришли герои сказок, мультиков, фильмов Мы здесь уже третий год приходим Так здорово, много новых лиц Нам очень нравится Все круто Хотя погода немножко не соответствует, но благодаря веселой музыке, хорошему настроению Ярким нарядам все-таки Нам все очень нравится Веселые, позитивные Как ваше впечатление от праздника? Мне очень понравилось Я сюда пришла в первый раз Было очень красиво Много мыльных пузырей было Мне понравилось Все участники Dream Flash наполняли мыльные пузыри своими мечтами Организатор праздника Паша Кашин рассказал мне по секрету Что он мечтает, чтобы все жители нашего города стали дружными И радовались каждому мгновению Тарина Порфирьева, Евгения Егорова, Расиль Мухаметов, Акилбупсер Брат, что ты делаешь? Студию кроша Здорово получается А я вот так не считаю Мы с тобой не в детском саду Новости серьезная программа Студия должна быть оформлена должным образом Пусть хотя бы немножко постоят Игрушки, они такие милые Их даже на деревьях перед подъездами вешают И эту моду я тоже не понимаю Все хочу выяснить Кто и зачем так вешает игрушки А наши господеты уже все выяснили Смотри Итак, коллеги, у нас новое задание Ищем дворы с игрушками Узнаем, кто их повесил на деревья И спрашиваем мнение жителей А давайте устроим соревнование Кто больше дворов найдет, тот и лучший журналист А доказательства в телефон Поехали! Здравствуйте, вы в этом дворе живете? Да Вам нравится, что на деревьях висят игрушки? Да, очень интересно Приятно посмотреть, потому что Зеленая трава и игрушки Это вспоминания детства И вообще Эстетически красиво А вы знаете, кто это делает? Да, есть у нас некоторые такие люди Они не только игрушками занимаются Даже вот кошек подкармливают Такие люди есть интересные Не только для себя делают, а для других Чем выбросить игрушки? Лучше повесить на дерево И приятно людям Мимо ходят люди постоянно Все оборачиваются, смотрят Вам нравится, что у вас во дворе висят игрушки? Нравятся Веселые А вы не знаете, кто это делает? Примерно знаю Дети Надо, мне кажется Чтобы был кто-то в дизайне Что-то он сделал А так, чтобы кто-то одно повесил Другое, другого повесил Конечно, неинтересно Вот так удача Здравствуйте А как вас зовут? Здравствуйте Людмила Витальевна А вас как? Меня Александр А для чего вы украшаете двор игрушками? Ну, чтобы жилось как-то повеселее, посветлее А откуда вы берете игрушки? Игрушки появляются сами Кто-то выносит из квартир У кого-то дети разъехались У кого-то внуки разъехались Игрушки уже ненужные становятся Их выносят во двор А если пойдет дождь И игрушки намокнут Вам их не жаль? Игрушки сейчас делаются из таких материалов, конечно Которые очень быстро сохнут Привет А ты живешь в этом доме? Да А тебе нравится, что по твоим окнам висят плюшевые игрушки? Да, мне нравится Я каждый год помогаю украшать двор игрушками В этом году я принесла коровку и лягушку Это все равно как бы история Нашего двора Началось с чего? Что даже вот скамеечек этих не было Даже присесть Сначала мы собрались У нас очень дружные родители на самом деле Все вышли, участвовали Нашли материал очень быстро Мужчина помогали Началось все с скамеечек Ну скамеечки появились хорошо Потом мы решили все-таки надо цветник Посадили цветы Стало еще лучше Потом нам показалось, что нужны хозяева Потому что это как бы уже такое пространство Где нужны хозяева? Вот появились эти хозяева Целая семья И что самое удивительное Что ничего это ни разу никто не попытался сломать Это так радует Здравствуйте А вам нравится, что на деревьях висят мягкие игрушки? Конечно Это напоминает У женщины бегутарии Видит на ушах, да? И у деревьев должно что-то висеть Красивое А вы знаете, кто вешает эти игрушки? Хорошие люди Здравствуйте А вам нравится, что в дворе висят мягкие игрушки? Нет, не нравится А почему? Потому что это некрасиво Ну потому что это неправильно Что игрушки мягкие висят на деревьях Вообще зачем это? Мы нашли плюшевые игрушки во всех районах города Мода распространяется быстро Наверное, плюшим, собачкам и мишкам И правда лучше радовать прохожих, чем пылются на полках Но в одном, я уверен, точно В соревновании победил я! Данил, ты что это? Опять болезнь собрался? Даже не думай Мы сейчас мигом всех микробов прогоним Опять лекарство пить? Не угадал Сейчас мы отправим тебя в волшебное место Которое очень боятся бактерий Оно недавно открылось в Чебоксарах Очень интересно И что это за место? Цельная пещера Я, пожалуй, с тобой для профилактики пойду Соляная пещера Соляная пещера – это такая комната, где создан микроклимат Настоящей природной соляной пещеры Отдыхать в такой иголокамере очень полезно Вы просто сидите в удобном кресле в течение 40 минут И вдыхаете в себя частички соли натрий-хлора Которые здесь повсюду Ребята, в нашей пещере установлено новейшее высокотехнологичное оборудование европейского уровня Называется галогенератор Галогенератор измельчает соль до микрочастиц Которые становятся активными и заряжены отрицательно Микрочастицы соли попадают в органы дыхания И выбивают микробы и вирусы из органов дыхания Тем самым очищая и улучшая здоровье Вот видишь, ты закашлялся У тебя, потому что, видимо, внутри сидит что-то Какая-то инфекция, и соль начинает работать, делать свою работу Посещение соляной пещеры поможет укрепить иммунитет Справиться с острыми респираторными заболеваниями ОРВИ и гриппом Особенно показано тем людям, которые страдают болеваниями дыхательных путей Астмой и аллергией Соляная пещера – это настоящий оазис чистого воздуха в большом городе Находиться в соляной пещере очень полезно тем, кто много учится или работает После сеансов таинственным образом пропадает усталость, разотражительность, стресс Можно включить расслабляющее видео или музыку Наблюдать, как меняют цвет лампочки Или удобно расположиться в гамаке Закрыть глаза и парить над морем Скажите, как часто вы сюда приходите? Мы прошли курс на 10 дней зимой А сейчас мы ходим для профилактики, чтобы детишки не болели А для себя я нахожусь здесь очень полезно, что Ослабляюсь, отдыхаю Дети наши зимой вообще не болели Не чихали, не кашляли И я сама не болела ни разу Нашим мамам особенно понравится Воздействие соли на кожу Уже после нескольких сеансов Она становится более чистой, увлажненной Морщинки разглаживаются Оказывается, остановить процесс старения можно Как часто можно посещать соляные пещеры? Данила, соляные пещеры рекомендуется посещать курсами 2-3 раза в год 10-20 сеансов Желательно приходить ежедневно, либо через день Перерывы в 2 дня нежелательны Потому что воздействие соли на организм человека имеет накопительный эффект Очень полезно пройти курс соляной пещеры Перед школой, детским садом, осенью или весной Когда люди часто болеют Да вы расстраиваться будете, когда сеансы закончатся Еще бы, ведь здесь море игрушек А вот мультфильмы в соляной пещере не включают Есть занятия поважнее Например, специальная дыхательная гимнастика Одну настрой закрыли Делаем вдох, выдох Еще раз Вдох, выдох Молодцы Другой настрой закрываем Вдох, выдох Молодцы Вдох, выдох И еще одна приятная новость Если вы приедете на сеанс с двумя друзьями или родителями То вам закажут такси от дома и обратно Совершенно бесплатно Поскорее приезжайте за здоровьем в Благовещенский район Дышите здоровьем Живите здорово На сегодня это все Пишите, звоните, предлагайте новости Мы с удовольствием снимем сюжет о вашем новом достижении Новые выставки в школном концерте Любой выпуск программы «Айкил Бумсер» Вы можете посмотреть на нашем сайте ntrk21.ru Или в нашей группе ВКонтакте Хороших всем новостей До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова